Ну, понимаешь ли... Баха, чё? Баха, чё ты? Баха, чё? Иди туда, там Ксения Собчак баллотируется в президенты. Это важно, посмотри. Ой, 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 ой. Какой Собчак? Собчак? Ой. А может... Может, она будет нам плов давать? Там... Ну, не знаю. Ну, плов? Вот... Ой, 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 ой. Ксения Собчак. Ксения Собчак. Баха. Чё? Баха. Чё один? Баха. Чё? Иди туда, там Ксения Собчак баллотируется в президенты. Это важно, посмотри. Ой, 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 ой. Какой Собчак? Собчак. Вот. А может, она будет нам плов давать? Там... Ну, не знаю. Ну, плов! 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 Вай, вай, вай. Ксения Собчак. Ксения Собчак. Что? Ксения Собчак. Ксения Собчак. Ксения Собчак. Ой, какой, какой вообще, Собча показанного, ой, ой, Собча. Собча показанного. Меня зовут Ксения Собчак, мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться с президентом. Я решила воспользоваться этим правом. Ну, хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется. Как 36? 36 лет, это сколько нам будет? Если мне 42 и 36 получается, она младше меня, что ли? Я тут сижу, значит, ем ягоду, а она там в президенты. Вай, вай, вай. Смотрите, Жириновский повёл свою партию в парламент, когда мне было, если не ошибаюсь, 12 лет. Явлинский-Дюганов, когда мне было 15... Жириновский её повёл 12 лет. Мне было сколько? 18. Вай, 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 вай. Я уже в институте учился. Внадцать лет впервые, надо сказать, с удовольствием проиграли президентский выбор. Когда мне было 18, я училась уже в институте, Владимир Путин стал президентом России. Ну, Путин красавчик. Путин красавчик, помни. Что ты ищешь? Я ищу, я ищу паспорта на махту. О, Владимир Путин, тебе спасибо за паспорт, за гражданство. Дети, которые родились в тот год, в этом году уже сами пойдут голосовать. А ведь может случиться так, что уже когда мой сын пойдет на выборы, из списков кандидатов будут по-прежнему Сюганов, Жириновский, Путин, их дублеры и бесконечно из них. Да. Я против этого. Уже пять лет вместе с оппозиционерами, вместе с десятками тысяч других людей, мы выходим на улицы страны и требуем перемен. Но тем, к кому мы обращаемся, перемены эти явно невыгодны. Их все устраивает. Воры и коррупционеры продолжают врать, властимущие воровать. Попы и силовики уже указывают нам, что читать, что... Как это что читать? Я могу читать, могу не читать, могу плитку лазить, могу не лазить, могу песок копать, могу не копать. Но это правда сколько меня заботит. Чё? А-а-а... Ладно. Я больше не буду. Попал в то. Убей. 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 Смотрите, даже кого любить. Многие предлагают бойкотировать выборы. Но, действительно, можно просто никуда не пойти. Зачем вообще ходить на эти выборы, если те кандидаты, которые есть нам надоели, а других настоящих всё равно не пускают. Ну, а куда мне идти? Я же не побегу, там, в Москва, Москва-код большой, там, там, ну, миллион, там, ходит, там, как-то, ну, ходит, там, в метро ездит, там, говорили, да, там, метро ездит, я там сам не бывал, нет-нет-нет, я там сам не бывал, а вот метро там ездит, говорят, большие такие метро, меня там не пропустят, там, везде менты. Уууу, менты. Ууу, у нас в Узбекистан, там, мало, там проходим, но, есть. Ну вот, если вы не пойдёте, то как понять, что вам не всё равно? Как понять, что вы именно против? Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан? Я тебе могу через камеру сказать. Я не против. Будь президентом. Сегодня в больнице сказали, что будет Собчак президентом. Все посмеялись. Зашел в больницу, сказал, увидел Ютуб, увидел Собчак. Мне не поверили. Мне сказали, Баха, иди гуляй. Иди к своему хозяину, клади плитку, ты здоров, говорит. Ты как бык. Такой бык. Пять лет назад я поняла, что если каждый из нас вместе и поодиночку не будет пытаться что-то изменить, наша жизнь с вами будет ужасная, она будет невыносимой в этих условиях. Нас будут арестовывать за убеждение, обливать зеленкой. Наши дети будут мечтать уехать из Франции. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Навальный и другие независимые политики будут сидеть в тюрьме и ничего, ничего не изменится. Как показать, что нам не нравится то, что происходит? Когда-то для этого была графа против силы. Она гарантировала, что ваш голос не отдадут никому из кандидата. Но эту графу у нас забрали, чтобы наша голоса была еще проще украины. Эх! Где мы маски? Маски! Хорошие маски! Графа против всех. Вся Баха тебе напишет. Графа за собчак. На тебе, Ксюша, графа за собчак. Я проголосовал. Но в Москву ехать не могу. Меня туда вряд ли кто пустит. Чтобы оставаться у власти как можно дольше. Я хочу вернуть. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать. Хватит, ребята. Хорошие. Ну правда, ну вы все достали. Вместе мы очень сильны. Что бы они ни обещали, за что бы они ни выступали, мы выступаем против. Против них. Против всех. Ксения Собчак. Кандидат против всех. А я написал графа за собчак. Ну вот, понимаешь ли. Понимаешь ли, что тут говорить. В наше время, женщины не правили страной. Правили страной мужчины. Ну вот, теперь пришла Конституция. Взять... Взять Ксению Собчак. Она может выдвигаться в президенты. Уважай. Ну. Продолжение следует... Я пока записывал Хорохова, давайте тогда и запишем Саратцева. Саратцева в президенты Российской Федерации. Ну, это, конечно, шутка. Дорогая Ксения, я тебе желаю успехов. Все, что мы тут пошутили на видеоролик, я тебе желаю успехов в карьере. Я не хотел тебя ничем обидеть, не расстроить. Это всего лишь шутка и розыгрыш.